Элина Воронцова, которая взорвала мозг всем и вся. Куда ты вляпалась в такую вот историю? Это был бум. Вы хотите славы, вы хотите пиара, я такая в смысле, ребят. Претензия была то, что не кормили? Нет, конечно. Поэтому ты такая строила. Все продажное? Все продажное. А Элину за сколько можно купить? Элину? У меня муж просто убьет. Корона продажная у тебя. Значит, мужиков ты разводишь. Я там срываю платье, заходя. Мне теперь не удивительно, что ты в таком молодом возрасте на Бентли, сучка, ездишь. Это что, блядь, за хуйня такая? Все, что по телевизору показывается, все продажное, все это сказка, все это сценарий. Каждая программа, понимаешь? Каждая. Запятая, кроме прельских телесов, на телеканале жизнь. Здравствуйте, прелестники и прелестницы. В гостях у меня Элина Воронцова, которая взорвала мозг всем и вся. Вдруг она появилась на всех федеральных каналах. И я хочу узнать, как это случается такое вдруг. Здравствуй, Элина. Добрый день, Светочка. Я даже не помню, я сказала, что с вами психолог Светлана Прель. Это очень важно. Если я это не скажу, программа не получится. Ты не помнишь? Я тоже не запомнила. Но я просто уже подсознательно понимаю, что ты психолог. Вот смотри, ты это не запомнила, да? Хотя я из передачи в передачу это говорю. А как случилось так, что вдруг тебя все запомнили? И стали говорить Элина Воронцова, Элина Воронцова, первый канал. Там второй канал, все тебя хотят снимать. Куда ты вляпалась в такую вот историю, о которой могут мечтать только профессиональные пиарщицы, которые придумывают это все, а ты не придумывала. Вот расскажи, что с тобой случилось. Знаешь, я достаточно яркий персонаж, видимо, сама по себе. Потому что изначально еще РЕН-ТВ, когда я пригласила снять программу про свою неудачную пластическую операцию, это был бум. То есть, казалось бы, мы просто пригласили канал, рассказали свою историю, да? И после этого настолько взрыв я сама не ожидала. Мне на следующий день, в августе месяце, выпустили РЕН-ТВшники. Они, конечно, естественно, все переиграли, перекрутили, выставили меня, что я там срываю платье, заходя в клинику. Хотя, конечно, все это было по-другому, все это было снято на скрытые камеры. Ты же в клинику срываешь платье? Нет, конечно, такого не было, но они все это так выставили, потому что, ну, это журналисты. Ну, понятно. Им нужны рейтинги. Нет, а смысл в чем? Вот доведи до логического конца. В их понимании ты снимаешь платье, и что? Значит, была какая ситуация? Нас не пускали в клинику, в которой делали, собственно говоря, пластическую операцию. В этой клинике отрицали сам факт, что я, в принципе, являюсь их клиентом, хотя у меня вот такая кипа документов на руках, здравствуйте. Я бы хотела пообщаться с владельцем вашей клиники, узнать ваше отношение к поведению докторов, да, что не кормят, не ухаживают, ну, и прочее, прочее, прочее после операции. Ну, соответственно, просто двери были закрыты два дня подряд, и открылись они только благодаря тому, что девочки с РЕН-ТВ записались и попали в качестве клиентов. Потом просто открыли дверь мне. Меня тоже не пускали, потом в итоге рейдерским захватом, как они это все показали, меня туда пустили. Так. И пустили без камер. Зашла я, зашли, вот были две девушки, и мы стали там общаться. На меня начали нападать со стороны клиники девушки с ресепшена, которых я видела впервые, собственно говоря, сказали, что вы хотите славы, вы хотите пиара. Я такая, в смысле, ребят? Я хочу пообщаться, потому что у меня как бы уже на руках иск, у меня к вам очень много претензий, и у меня все они прописаны. С моим адвокатом, вот мой адвокат, познакомьтесь, давайте пообщаемся. А основная претензия была то, что не кормили? Нет, конечно. Поэтому ты такая строила? Ты знаешь, вот так получается, что у меня пластические операции, как-то все проходят через одно место. Поэтому я все время плачу. Может, хватит их уже делать? Да, да, больше здоровья больше нет. А что ты сидела в этом? Ты знаешь, периодически что-то хочется вот чуть-чуть-чуть-чуть-чуть подправить, и потом себя, когда от некоторых операций я отговаривала, например, по поводу пластики груди, операция мне была абсолютно не нужна. И это из серии, ну, нечем заняться, пойду сделаю. Хороший доктор, увеличу там на размерчик. Кирилл. В итоге лучше бы не делали, но это ладно, это дело второе. Само отношение должно быть хорошим, однозначно, должно быть качественный уход за пациентом. Я очень требовательна к себе. И даже, знаешь, я вообще не требовательна, но если плохо относится, я начинаю действительно показывать свои права. Я их знаю очень хорошо, потому что я отучилась в Академии Госслужбы. Собственно говоря, Академия Госслужбы – это все права. Семейное право, уголовное право. Ты знаешь эти права, в каждое место, куда ты приходишь, ты, соответственно, имеешь право там и говоришь. Ну, смотри, такая образованная девушка, да? Совесть. И, скорее всего, ты выбираешь клинику не абы как, не так, как ты решила, а пойду сделаю операцию на грудь, или не сделают, нечего делать. Ты досконально к этому подходишь, я надеюсь, все-таки. Да, было такое. И почему тогда каждый раз неудача? Объясню. Человеческой глупости все-таки нет предела. Я такой иногда наивный человек. Начинаю читать положительные отзывы в Инстаграм. Я человек, который в Инстаграме не сидел в принципе достаточно долгое время. У меня была страничка исключительно, несколько фотографий, как фотоальбом, не более того. И посмотрев на вот этого доктора, почитав отзывы… Ну, понятно. Отфотошопленной идеально работы Соломей и Сванадзе были настолько мной полюбились, что я поверила безоговорочно. Более того, мою грудь она также выставила отфотошопленную до, отфотошопленную после. То есть у меня есть видео у моей груди до, после. Это не сравнить с ее фотографиями. Настолько вообще Инстаграм – это вещь продажная от и до, как в принципе вещь шоу-бизнес. Просто верить нельзя никому и ничему. Все продажное. Все продажное. А Элину за сколько можно купить? Элину? Ты знаешь, вопрос хороший, смотря что нужно. Секс хотят, например. Ну, секс невозможно, потому что меня муж просто убьет. Если он не узнает, мы ему не скажем. Нет, знаешь, я такой человек не смогу скрыть, наверное, все-таки факт измены. Смотри, какая интересная история тоже. Где тема тебя не касается, это любая тема. Первое, что говорят, корона, у тебя же корона там еще, ты завоевала. Ты кто, королева? Королева России 2019. Вот, королева России, этих конкурсов сейчас как собак не резных. Это, кстати, официальный конкурс. И все говорят, что официальный, да? Это Вегас собрал просто полный зал. То есть это все-таки не какой-то. Ну, окей, корона продажная у тебя. Значит, мужиков ты разводишь, Москва 24 показывает. Значит, ты мало того, что мужиков разводишь, вкусно там кушаешь в дорогих ресторанах, как показали в репортаже, да? Так ты еще договоренность с ресторанами имеешь. Еще они за чек тебе, понимаешь, проценты. Нифига себе ты устроилась, Василина. Устроилась отлично. Мне теперь неудивительно, что ты в таком молодом возрасте на Бентли, сучка, ездишь. Да, у меня не только Бентли. У меня как бы так на секундочку гараж машин, да? Я тебя ненавижу. Поэтому Бентли – это чисто машина выходного дня, когда совсем плохое настроение, немножко его поднять. А что это ты ехала на апрельские тысячи за плохое настроение? Я тебе его поднимала. А, у меня нормально. Мне хоть в Бентли, хоть в Френли, у меня все хорошо. Ладно, смотри, Инна, давай, вот почему эта история возникла? Что тебя представили такой вот сучкой разводящей мужиков? Честно говоря, просто есть очень много женонавистников, таких мужчин, которые во мне видят вот ту самую женщину в их сознании, да, которая разводит мужчин на деньги. То есть у меня, возможно, такой типаж, да, и он решил воспользоваться мной, моим временем, моей, собственно говоря, хорошей репутацией, да, просто снять меня в своем не очень хорошем репортаже. Кстати говоря, я от него отказывалась, от этого репортажа. Меня уговаривали, мне говорят, что, Ильин, все будет идеально. Бесплатно снимала? Я туда приехала в качестве эксперта по семейным отношениям. Собственно говоря, просто сказать, что... А ты психолог по семейным отношениям? Знаешь, я неплохо разбираюсь в семейных отношениях, благодаря своему немаленькому опыту семейной жизни. Я могу сказать, что я перечитала огромное количество книг, так сказать, набиралась азов, даже тогда, когда у меня были проблемы со вторым супругом, я искала проблемы в себе, хотя я четко понимала, что мы просто разные люди, да, но, тем не менее, все лето я провела с книжкой на берегу... Ну, то есть, в принципе, я поняла, что человек, который из брака в брак переходит, да, имеет возможность менять мужей, как перчатки, который имеет возможность и время читать книги по психологии, может называться специалистом по семейным отношениям. Я считаю, да. Про себя я могу сказать абсолютно точно, да. Почему? Потому что очень многие девушки обращаются ко мне и просто говорят, Ильин, ну тебе нужно вести, там, не знаю, женский клуб, объяснять девушкам, как любить себя, как ценить себя, как уважать себя. То есть, в принципе, я вот эту корону не ношу и с надписью в бейджик, там, семейный психолог не ношу. Но у тебя же корона дома лежит в короночке красивой. Думаю, у меня еще до этой короны, корона всегда была на голове и еще пиво... А зачем тебе дополнительная, вот, кстати, что это дает? Она вообще совершенно была не нужна, сказали, Ильиночка. Бери. Бери, пока дают, да, пока ты молода, еще пока свежая. А, то есть, это вот так, да, бери, пока дают? Нет, это было из серии поучаствуй, и лишним титул не будет. Ага, а что он тебе дает, вот, титул этот? Ты знаешь, вообще, данные титулы дают девушкам много. Всего, в первую очередь, это послы в благотворительных каких-то мероприятиях. Тебя приглашают на разные мероприятия. Гости, ВИП, гости... А без короны, без звания, там, ВИСа? Без гостя, естественно, приглашают тоже, да. Какая-то разница, корона или без... Но здесь, честно, мне никакой. И мне, кстати, обязательно носить эту корону на протяжении всего года. Я пока что одела первый-единственный раз только в мероприятиях. Я пришла бы в ней, да. Ну, на самом деле, для меня это также, в принципе, забавно и смешно, как и для тебя, потому что я к этому отношусь очень скептически. И я к этим, ко всем титулам, званиям, ну, отношусь, знаешь, как бы забавно. Ну, понятно, ты скажешь, что ты честно заработала, ты не купила. Естественно, я самая красивая, я самая лучшая. На афермацию, похоже, я самая красивая. Ты знаешь, там была, даже на конкурсе красоты был трэш, когда девушка, которая непосредственно занималась непристойностями с организатором конкурса... А что, она пипиську не показывала? Ой, ты знаешь, я там с закрытыми дверями, видимо, много чего показывалась, не показывалась. А вы замочные скважины? Да, мы не смотрим, но очень быстро расходятся слухи. И в первую очередь организаторы, мужчины трепло еще то, похлеще женщин. А, вот они гады, а? Да, поэтому очень много информации просочилось о том, что, оказывается, она претендует на звание первого места, безоговорочно, хотя было много достойных девушек. И когда дали корону не ей, а пообещали ей, то она прямо на сцене, вот так вот смахнула ее с себя, ей дали третье место, развернулась и ушла. То есть она просто... Вот здесь проснулась ее гордость. Вот здесь она проснулась. Вот для этого, видишь, ей этот опыт нужен. Знаешь, я не понимаю, для чего этот опыт мне постоянно. Я не знаю, зачем ты тучишься, а скуки идет увеличивая. Вот эти вот рядышком придется с этими медицинскими центрами. Ну, ты знаешь, когда я была молодой, и у меня было столько сил... А мне-то на сколько? Когда у меня было столько сил и возможностей воевать с... Как так сказать, попросить у медицинского центра вести себя прилично по отношению к пациентам. Мы все-таки живем в приличном обществе, казалось бы, да, но относятся к тебе так... По-скотски, да? Вот это ты, да, непонятно откуда вылезла бы. Ну, а что ты из этой истории получила, кроме... Я служу с ними, у меня суд, уже четвертое заседание, и суды будут. Я могу сказать, что в первую очередь я сняла три фильма про пластическую хирургию. Сама, да? Сама, я... Мне дало это прекрасный толчок, я познакомилась с огромным количеством замечательных людей, меня поддерживало большое количество людей, которые выплыли в этой ситуации, писали мне в директ по поводу того, что я тоже знаю данного доктора. Вот мои документы, вот мои справки, вот моя грудь, собственно говоря, вот моя переделанная грудь за свои же деньги, вот мои проигранные суды, потому что у данного доктора выиграть суд очень сложно, практически невозможно. А Лера Кудрявцева после тебя начала рассказывать про то, что у нее была проблема? Лера Кудрявцева буквально недавно, она начала у нее... Может, это все подхватили, сейчас модно говорить о том, что у меня потекла грудь, или еще что-то? Или это действительно проблема? Честно говоря, Светочка, я не думаю, что ни одна из тех девушек, которые я, Инесса Шевчук, Лера Кудрявцева, такая популярность не нужна. Мы можем ее вообще пойти купить свою программу на телевидении, мы можем пойти купить свой журнал, понимаешь? Мы можем очень много, для этого не нужно рассказывать о своем, так сказать, нижнем белье. Понятно. Честно, мне неудобно. Когда мне сказали на РЕН-ТВ, Элина, обязательно нужно показать свою грудь, замазанные соски, нет, неважно, но надо, ребят, извините. Молодец. Слушай, давайте 10 лямов, а потом покажу, правильно? Нечего бесплатно сиськи показывать. В страну показывать свою грудь, даже замазанные, я не готова. Перебьетесь, правильно. Я не готова. Другая будет цена. Слушай, тариф больше. Тариф больше. Вернемся к мужикам, которых ты ободрала, как липко. Не правда не было таких. Как на самом деле, как ты вляпалась в эту историю? Почему? Вот тебе позвонил этот репортер. О, это безобразие. Почему именно тебе? Предложил репортер, мне очень много предлагают разных вариаций на телевидение. То есть, когда, например, вышла РНТВ-шная программа, мне позвонили с десятков телеканалов и предлагали разные роли. Здрасте, приезжайте к нам на так-шоу, вы там в роли светской львицы Рублевской, там-то, там-то, живете в загородном доме, избиваете свою домработницу, а потом оказывается, что она вас... То есть, готовый сценарий предлагает. Готовый сценарий, да, здравствуйте, нам нужна из серии вторая, там, Алёна Кравец, она нам надоела. Вот так. И вот так вот все. То есть, они во мне потом позвонили с телеканала «Пятница», сказали, о, какой персонаж интересный. А то с рейтинги-то на «Ревизора» просели, а нам нужна такая, сколько? Вот, то есть, были вопросы, приходите, будем смотреть. Но то, что мне предлагали, я поняла, что я хочу немножко больше, а может быть, даже немножко больше, и я свою программу хочу. На телеканале «Пятница»? А что на «Пятница»? Мне нравится этот телеканал, я люблю его. Он хороший, рейтинговый, да. «Пятница»? А где? Первый канал? Ну, первый, ты же… Зачем? Ну, как первый, он все-таки первый. Черт узнает, Элина Воронцова. Окей. Своей программы «Пятница», ты вообще бобер какой-нибудь телеканал бы выбрала. Хороший телеканал, мне нравится, я молодежь. То есть, ты, короче, хочешь сказать, что ты вот сейчас придумаешь какую-то передачку, придешь на «Пятницу», да, концепцию, скажешь, я хочу снимать, он такие, ой, Элинка, давай снимай, прямо тебя ждем. Да. Или все-таки ты будешь заносить какую-то денежку? Ты знаешь, что все будет обсуждаться, потому что очень много людей приносят свои идеи, приносят уже отснятый материал, и от этого многое зависит. Если продюсерам телеканала это интересно, если они видят потенциал в человеке, если они видят характер в человеке, что очень важно. То есть, вот эти вот мямли все и заученные тексты, здравствуйте, меня зовут Элина Воронцова, давайте сегодня погуляем по городу, я вам расскажу достопримечательности, это неинтересно никому. Характер интересен всем. Поэтому тебе сделали скидку, скажи, Элина, насти поменьше, у тебя характер есть. Так, возвращаемся к этому, значит, к этим мужикам, он тебе позвонил, корреспондент, подлец такой. Да, позвонил, сказала, Элиночка, да вот, вот сценарий, расскажите, как вы против. Да, конечно, хорошо. Против чего? Против консумации, консуматорш, как таковых. Девушек, которые за счет мужчин ужинают, а потом еще и берут процент с этого ресторана. Слушай, тема еды прям крутится вокруг тебя. В больнице не докармливали, и тут... Ну-ну-ну-ну. Когда же меня накормят? Не знаю, а вид такой, как будто я кушаю за тебя. Так, ну ничего. А ты такая, ну ладно. Я приехала, я благородно отсняла всю программу, рассказывая про то, как я не очень хорошо отношусь к данному подходу. Не очень хорошо. Не очень хорошо. Я считаю, что девушки могут больше в своей жизни, чем просто посидеть в ресторане. Что нужно играть в долгую, строить отношения с мужчиной. Ну, кто хочет любовника, пожалуйста, любовники. Кто хочет семью, пожалуйста, семью. Но вот это совсем мелочно и не нужно до этого... Сказала, Ильинка, надо строить отношения в долгую, у самой три брака. Бегают от одного к другу. А по сколько они длились? Нет, ни в коем случае. Знаешь, как для меня шесть лет в первом браке, это очень долго. Все по шесть? Нет. Поменьше. Поменьше. Ты знаешь, слава богу, что не затягиваешь дольше, как это многие женщины. Я не могу от него уйти, а как привычка, а куда я пойду, а вот уже... Он же такой хороший. То есть, в принципе, меня отговаривали от первого развода все. И все говорили, Ильин, ну ты идиотка, такой классный у тебя мужчина, муж, в принципе, классная пара. Ну и что, что проблема, да проблема есть у всех. А какого рода проблемы, ты можно сказать? В первую очередь, меня мужчина мой не понимал, не поддерживал. То есть, он меня взял конфетой. Да, я такая приехала, 22 года, золотой лексус, русиная шуба в пол. А откуда в 22 года золотой лексус? Вот такая вот, вся из себя, понимаешь? И он на RAV4, такой мальчик. Ну он-то ладно, мне сейчас интересно, 22 года, откуда вот это вот все? Значит, я всегда умела зарабатывать деньги. В 22 года, вот-вот, а чем? Ну, было много разных проектов у меня, в том числе, у меня на тот момент уже начался бизнес с одеждой. Это моя первая фэшн-империя, первый бутик фэшн-империя в торговом центре Старк на Ленинградском. 22 года, а до этого был салон красоты. И ты все сама? Знаешь, я очень хороший продавец, то есть, мне там, друг мой, Линочка, вот у меня раритетная машина стоит, продать не могу. Да не вопрос, давай ключи, давай документы. Первому же человеку иду, продаю, у человека волосы дыбом. Я работаю в строительной компании, занималась квартирами, то есть, у меня, знаешь, как-то хватка такая была всю жизнь, потому что я в 14, в 13 лет, когда мне не хватало денег, а денег мне не хватало всегда. Ну, сейчас, кстати, вот все, в порядке с этим я очень успокоилась, но 13-14 лет, мама, купи мне там самый лучший телефон в школе, мама, нет. Я шла, бабушка, 6 утра, бабушка, можно что-нибудь с огорода продать? Ребенок 6. У тебя простая? Ты из простой семьи? Знаешь, у меня мама преподаватель, папу у меня, папу убили, когда мне было 6 лет, и мама, в принципе, осталась с двумя детьми, но у меня непростые бабушки с дедушками, очень сильные хватки характера, молодцы, мне кажется, я бабушка, то есть, прямо... То есть, если бы я была в маму, простой учительнице... А непростые, в смысле, характером непростые бабушки с дедушкой? Не только, то есть, бабушка, главное, бухгалтером работала, дедушка работал в золотой руднике, вот это все, то есть, в принципе, там золотая штука была. Потому что на золотом лексусе ты не приехала. Ну, нет, все свое было, все заработано. С огорода все свое, и тут заработано все. Знаешь, как в огороде я уже в 12 часов дня все продам, запишу себе в блокнотик, сколько я заработала, поеду фанту куплю, сникерс, еду классная такая крутая на велике, дворовые пацаны только просыпаются все в 12, а я уже еду денежку заработаю. Молодец, молодец. Слушай, вот это вот все шло, я очень любила деньги всю жизнь. Мама мне все время за это ругала, что тебе вечно мало, вот тебе вечно все. Я работала няней с ребенком очень богатой семьи. Как ты все успела? Это все школа, это школа. То есть, еще школа, я после школы бежала со своим молодым человеком в припрыжку, вот с Аленкой посидеть, понянчить днями, ночами. То есть, у меня все это было вперемешку, для меня очень важно было в школе выглядеть красиво, хорошо, чтобы у меня был лучший телефон, чтобы у меня были хорошие вещи, ни в коем случае не с рынка. А если ты вот не лучший, ты что себя человеком не чувствуешь? Ты знаешь, ну это какое-то, видимо, какие-то комплексы, какое-то самоутверждение. Вот у моих семей такого не было, у меня это было. То есть, у тебя самоутверждение за счет вот этих шмоток, вот этой атрибутики дорогой? Да, бриллианты. Тогда ты себя комфортно чувствуешь. Да, я если чувствую, наверное, я думаю, что это у большинства людей. То есть, да, есть люди, которые очень богатые, но они ходят в одних и тех же джинсах. Кстати говоря, я точно так же хожу в обычной жизни, я очень просто выгляжу, и это все, я не знаю даже для чего. Ну понятно, ладно. Вот, знаешь, есть и есть. Ладно, есть и успокоилась, что у тебя это есть. Ладно, смотри, в общем, и приезжаешь ты на этот репортаж, все обговорили, начинаешь рассказывать о семейных ценностях, там, о том, о всем. Потом выходит репортаж. Муж смотрел первый. Смотрит три минуты, вот так вот швыряет телефон. Это что, блядь, такое? Какой-то. Это что, блядь, за хуйня такая? Ага. Я бледнею, я оседею, я уже не знаю что, то есть, ну, это просто подстава чистой воды. Я не знаю, что сказать, он реагировал очень быстро. А тебя выставили как кого? Меня выставили главную героиню, которую не нашли, консуматоршей, которая разводит мужчин на деньги. То есть, он чисто закадровым голосом взял меня и вот так вот, так сказать, выставил. Тут, тут, тут. Элина приходит в гостиницу «Украина», в ресторан. Она показывает, она рассказывает, она получает со счета 15 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. И поэтому она ездит на Бентли, понимаешь, к себе, там, в свою... Теперь я понимаю, почему это на Бентли. Ну, это бред. Бред, конечно. Просто чисто воды, конечно. И главное, что смотрели люди, наше окружение, оно не второсортное. Как это выпуталось из этой истории. Это окружение, вышка, понимаешь. И когда эта вышка смотрит, вот такой бред. И мой муж, в первую очередь, ему стыдно, что меня вообще в это говно просто вляпали. Знаешь, просто взяли и макнули. Ну, конечно. С нихуя собачьего. Да. А, конечно же, была реакция первая. Его, то есть, он ругался. Вот. Он закрутил меня тоже, накрутил шикарно. Ну, естественно, если бы он так не реагировал, я бы все спустила бы спокойно на тормозах. И все бы. Сошло на нет. Но тут был конфликт. Конфликт был просто всех со всеми. Моего пиарщика с телеканалом, с которым она вроде как в Ась-Вазе договорилась. Все хорошо, все свои. Вот такая вот подстава. И такой интерес сразу к тебе, к персоне. Знаешь, видимо, суждено мне постоянно, что не выход, то трэш. Скажи, а кроме скандалов, благодаря которым ты становишься известна, чем ты еще можешь быть интересна публике? Я думаю, что как сама по себе, как человек, я открыта. И я правду могу сказать абсолютно любому человеку, не стесняясь. Но я не буду никогда человека обижать, если он меня не обижает. Но если человек в открытую, например, говорит, ну скажи мои недостатки, да, ну скажи там про меня. И я понимаю, что еще при этом человек не обидится и воспримет критику спокойно, я готова ему. То есть ты тактичный человек? Тактично. Я стараюсь тактично и вообще стараюсь людей не обижать. Да. А вот журналист, он опубликовал ваш аудиоразговор где-то там в жесткой форме, таким матом отборным. Сразу могу сказать, все перевернули. То есть там, знаешь, как начинается история с того, что да ты меня выставил бывшую моделью. Вот знаешь как, перевернули все с ног на голову и поставили. Чтобы люди думали так, как они это выставили. Вообще телевидению, журналистике верить нельзя, все надо делить на сто. Все, что по телевизору показывается, все продажное, все это сказка, все это сценарий. Каждая программа, понимаешь, каждая. Запятая, кроме прельских тезисов на телеканале жизни. Поэтому, когда ты начинаешь в этом во всем крутиться, а тебя с какой-то стати выставляют в том свете, в котором ты считаешь, что они не имеют права этого делать. Я пошла на прямой эфир, ему в лицо сказала. Михаил, вы кто? Вы подлец. Вы кто? Вы мужчина? Вы не мужчина. Вы не мужчина после этого. Обиженный, непонятная ориентация. Обиженный, обущенный. Мужчинка, да, там, я не знаю, как его опускали в своей жизни мать. Видимо, оттуда пошли все проблемы. Но я могу сказать, что не надо так отыгрываться на женщинах. Не надо. Он живой журналистик? Пока да. Знаешь, я думаю, что столько таких репортажей, которые он снимает, напорится однажды мальчик на людей, которые не будут говорить, а будут делать. Просто в нашем случае это были эмоции, а у других людей это будут... Дела. Без эмоций дела. Я считаю, что таких журналистов, ну, как бы наказывать нужно, чтобы не повадно было. Ну, возможно. И почему я не люблю ходить по ток-шоу, то, что меня приглашают, собственно говоря, потому что я боюсь того, что переврут и перекрутят. Очень много у меня знакомых девчонок, которые приходили к Малахову на Первый канал, приходили в качестве героинь, знаешь, абсолютно таких хороших. Уходили конченными, стервами, выставленными вот залом, да, обруганных. И они потом лечились просто у психологов, рыдали, не могли выйти. Сломанная психика, у кого-то поломанная жизнь, репутация. Я не допущу, я не допускаю, пусть все знают, пусть лучше меня боятся, да, лишний раз не пригласят на какую-то программу, чем будут вот так вот использовать мое лицо, мое время в своих интересах. Согласна с тобой. Вот еще такой момент, сейчас мы просто будем заканчивать программу. Мне бы хотелось, чтобы ты порассуждала, я тебе буду говорить фразы, а ты просто порассуждала, как ты это понимаешь, да? Да, конечно. Поговорки, простые поговорки, вот как ты понимаешь, вот такую поговорку, ври на обед, доставляй на ужин. Это больше брошевый бизнес, ври на обед и ври на ужин. Ты знаешь, ври на обед, доставляй и на ужин. Вот как ты это понимаешь, другими словами? Знаешь, это вообще не про меня, поэтому я даже не хочу эту поговорку понимать. Надо же понимать, надо же честно. То есть это вообще не про тебя. Вообще не хочу даже комментировать. Что врать, в принципе, не надо. Не надо. Кто кого любит, тот того и слушается. Да. Так и есть? Полностью поддерживаю. Я считаю, так и должно быть. И в принципе, я, например, когда люблю, а я люблю своего мужчину, я его слушаюсь в 90% случаях. Для меня он авторитет безоговорочный. Не годы сближают людей, а минуты. Как ты это понимаешь? Соглашусь. Очень многие проживают годы впустую с людьми, которые совершенно друг к другу. А сближают минуту. Вот можно, да, годы? Да, иногда пережить какие-то мгновения, да, которые действительно будут дороже многих-многих лет. И еще немножко тебя помучаю. Ну, мне кажется, тебе нравится. Обожаю. Я люблю проводить. Это, на самом деле, нормальный такой душевный разговор, как мне кажется. Ага, особенно про сколько ты стоишь. Нормальный вопрос. Что ты стоишь? Нормальный такой светский, московский вопрос. Нормальный, московский. Я уже забыла, что хотела спросить. Подожди, сбила ты меня. А у меня, видишь, от девичества только память осталась. Что я тебе хотела спросить, Илинка, не знаешь? Илинка, как картинка с фрэ... А какая твоя любимая песня, кстати? Моя любимая песня. Я люблю репертуар Полины Гагариной. Да? Да. А кукушку не будешь? Кукушку. Вообще, обожаю голос. Обожаю талантливейших таких артистов, как она. Все, вспомнила. Ты сказала в сторис, я слышала, что люди, у которых нет яхты, кучи бабок, там, дорогих, замков. Это вообще неинтересно с этими людьми общаться. Что, на самом деле, вот, люди, у которых нет вот этой атрибутики роскошной, даже не богатой, а роскошной жизни, с этими людьми, ну, правда, не о чем поговорить, Елена, и Елене Воронцовой. Ну, кстати, поправочку потом внесла, потому что... Нет, поправочку не слышала. Сторис закончился, а моя мысль не закончилась. Вот, сейчас у тебя есть возможность ее закончить. Я общаюсь с ней из-за денег, с людьми. Мое окружение в 90% простые, земные люди. Простые, нормальные бабы. Вот, по деньгам людей не распределяю. И, кстати говоря, чем больше денег, тем больше гнили. Это тоже очень большой процент. А нахрена ты вот это говоришь в сторис? Это же буквально же понимается. Потому что, потому что там дальше у меня было продолжение. Вот, понимаешь, вот самое интересное, когда ты начинаешь говорить о семейной ценности, из-за этого все время рубятся. Это какие-то высшие силы, понимаешь, мешают тебе. А может быть, наоборот? А может быть, наоборот. Провокация не всегда. Знаешь, кто-то пишет, понимаешь, пишет сценарии провокационные. Мне их писать не надо. Абсолютно нет. Я сказала, и меня уже везде показали. Ты сама пишешь сценарии своей жизни. С нами была дерзкая, невероятно интересная Элина Воронцова, которая, кстати, является еще и радиоведущей на радио «Мегаполис ФМ». Вот, я не понимаю, а почему ты-то радиоведущая? Ты знаешь, во мне раскрыли потенциал. Кто это? Во мне раскрыли потенциал люди, которые посмотрели мои фильмы про пластическую хирургию. И они тебе предложили? Они мне дали силы просто и энергию на то, что это мое. Ну, честно, по чесноку позвонили, предложили мне. Ты знаешь, приглашали очень много куда, а просто конкретно «Мегаполис» – это дело случая. Предложили «Мегаполис», и именно в тот самый момент, когда другая, очень известная радиоведущая, Екатерина Гусева, просто ушла, так сказать, в свободное плавание. Она вела программу в это время много лет. Сейчас она работает с Филиппом Киркоровым по России и Европе. То есть с концертами ей просто уже немножко некогда. Это другой уровень. Она вышла на этот уровень. А я на этот уровень просто случайно залетела. Понимаешь, это самое рейтинговое время, которое есть. Время, день, программа. Можно просто залететь, а можно залететь, как Элина, и стать радиоведущей вместо Гусевой. Да, легко. Можно стать на Первом канале вместо Андрея Малахова, ведущей. Почему нет? Все в прессе. Почему нет? Но пока Элинка выбирает пятницу. А с вами была ваш психолог Светлана Прель. Ну как? Да, я обнимусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok